вот и подошли к этому мальчику с этой курицы и там весь рынок собрался что это такое происходит и спрашивает его эта курица кошерная вдруг его взгляд становится осмысленным он говорит да абсолютно кошерная и после этих слов он просто умирает на месте ну вообще все в шоке и тогда большим то говорит я вам сейчас все объясню не волнуйтесь все сейчас объясним и говорит что этот мальчик это душа одного из величайших раввинов который жил там какое-то время назад и был раввином большого города и к нему также перед постом йом кипур пришла женщина и спросила про курицу и он точно также и сказал не морочь голову на тебе деньги пойди купи другую эту курицу выброси и так она и поступила и когда этот праведник умер он был абсолютный праведник и на высшем суде когда судили его душу творец спросил все все мироздание все согласны с тем что он праведник и может уже уходить как бы самый высший мир куда уходят души и тогда вышла душа той курицы которую выбросили на помойку да как это слышится да вообще какой-то абсурд бред и горит я была абсолютно кошерная курица которую можно было съесть в трапезу йом кипу рассказано что когда человек съедает правильным образом со всеми благословениями любую пищу он поднимает ее на очень очень высокий уровень и душа всего того что мы с вами едим мечтает о том чтобы мы ее съели да то есть курица то она убегает но душа и мечтает почему потому что через нас как из через более совершенный сосуд она может подняться на такой уровень на который сама она никогда не поднимется и поэтому эта курица говорит у меня была возможность быть съеденной в трапезу которая такая значимая подняться на такой уровень а меня выбросили я требую для этого человека исправление и он вернулся вот в таком ограниченном состоянии в таком ограниченном теле что он сам вообще ничего не понимал в этом мире не соображал да и сидел как вот где-то там в уголочке и все его жалели дожидаясь когда он станет 13-летним и он сможет сказать про эту курицу что она кошерная исправить ошибку ему больше нечего было делать в этом мире поэтому в это же мгновение его душа покинула этот мир потому что в этом мире очень тяжело жить мы страдаем в этом мире наши души страдают но по-другому исправить нельзя понимаете поэтому они может быть исправляют свои ошибки но больше все ваши потому что вы вы испытываете не нужно вам рассказывать какие неудобства да с тем что у ваших детей из какие-то ограничения но вы делаете самое высшее милосердие примете вас не просто тут вам говорю вас подбадриваю я вам рассказываю как на самом деле это все работает понимаете это не просто так наказание за что мне вот ребенок с проблемами да это ваши общие проблемы он не родился у вас просто так он выбрал вас как родителей вы связаны своими душами есть такое понятие куст душ то есть это души которые вот родовыми какими-то клановыми какими-то связями духовными связаны и поэтому именно у вас именно через вас этот ребенок пришел в этот мир и не нужно вам объяснять как это все тяжело и трудно но понимаете когда ты понимаешь что ты до конца не понимаешь но ты знаешь что ты делаешь что-то очень очень важное да они не просто так во всех как бы крупных религиях всегда эти дети считались там какими-то непростыми да высокими душами это действительно так и эти дети они в основном приходят что-то менять в вас понимаете то есть потому что в них практически меня чем более ограниченный ребенок тем меньше вообще он приходит в этот мир скажу вам больше дети которые по сути дела не рождаются то есть ребенок который там да вот не дай бог во время беременности у женщины что-то происходит или женщина вынашивает беременности не дай бог не про кого будет сказано в родах что-то происходит ребенок не выживает спрашивается зачем но зачем этой женщине было носить эту беременность да со всеми сложностями и трудностями и этот несчастный ребенок почему зачем обычно это такой стресс для женщины и для мужчины для родителей да и вообще для всего окружения что ну сложно передать словами то есть человек понимать что что-то происходит мне нужно что-то переосмысливать потому что но это вот как говорится берет за живое и вот в еврейской традиции маленькие детки которые там вот не родились или родились и не не прожили достаточного количества времени их даже отдельно хоронят почему потому что тот свет который идет от этих могил как бы другие выдержать не могут то есть абсолютно непреломляемый свет вот о чем мы сегодня с вами говорим принимать от творца они настолько принимают от творца не настолько уже очищенные сосуды что через них идет непреломляемый свет и поэтому их сто их им делают отдельные участочки такие на на кладбище потому что другие души рядом просто даже находиться не могут поэтому понимаете ну чё там дальше говорить все уже понимаете да то есть вы ваша 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 жизнедеятельность ее сложно переоценить любой человек важен но то что вот то милосердие которое вы делаете можете сказать же мой ребенок мы с вами знаем как не дай бог люди иногда со своими детьми оставляют и даже не хочется говорить да но мы никого не будем судить мы никого не осуждаем мы ничего мы занимаемся своими делами да поэтому то что вы делаете в этом есть глубочайший смысл несмотря на то как это все тяжело что вы испытываете при этом но и не просто так эти души пришли именно к вам потому что раз они пришли к вам творец никогда не ставит нас перед теми испытаниями которые мы не можем выдержать и раз эти души пришли к вам значит у вас есть силы хотя вам кажется что иногда что их нету да но значит именно у вас есть эти силы для того чтобы все это выдержать и совершенствоваться при при этой работе то есть вы по сути дела работаете как ну извините за сравнение как профессиональные спортсмены то есть нормальный человек этих нагрузок ну даже приблизиться к ним не может потому что ну не может он да значит у вас есть какие такие возможности которые дают вам дают вам те силы с помощью которых вы можете сделать ту работу которую вы делаете даже не понимая ее до конца никто не понимает ее до конца вот и поэтому вы все тут олимпийские чемпионы уже заранее не соревнуюсь ни с кем вам всем просто вот духовной олимпиады да никто ни с кем не соревнуется но вот вы как бы золотой духовный резерв раз вы можете выдержать вот вот те испытания которые вы выдерживаете с вашими детьми вот у нас есть еще время или может должен заканчивать еще на одно упражнение есть очень хорошо очень хорошо давай давай